И Сына, и Святаго Духа, и Аким, и Анна, поношение бесчатства, и Адам, и Ева, а три смертные, свободисты, серпечистые, во святе в Рождестве Твоем. Сегодня Святая Православная Церковь отмечает один из великих двунадесятых праздников, праздник Рождества Пресвятой Богородицы. Все великое и все значимое в этой жизни проходит испытание. Это, наверное, каждый из нас чувствует и знает на своем собственном опыте. Об этом нам рассказывает и Священное Писание. Священное Писание уже говорит об этом в самой первой книге, в книге «Бытия», где мы читаем о том, как Адам и Ева не прошли испытания, как не преодолел искушения Каин, как преодолел испытания Авраам, и заканчивая самой последней книгой, книгой Откровения Иоанна Богослова, где мы читаем о мучениках, которые сохранили веру во Христа, преодолели испытания, не поклонились зверю и получили вечную славу в вечном Царстве Божьем. И сегодняшний праздник, история этого праздника тоже рассказывает нам о таком испытании. Хотя этот праздник и не описан, его история не описана в Евангелиях. Мы информацию черпаем об этом событии из памятника, который имеет древнее происхождение, но в целом церковь, которая отвергла, это такой из протеевангелия Иакова. Но в этих памятниках древних и ложных, да, и осужденных церковью есть и зерна истины. Церковь смогла выделить эти плевела от зерен. И вот это предание церковь хранит. Историю о том, как у праведных и Акима, и Анны, и вот и честивой семьи, которая жила в мирном, тихом, галилейском городе Назарете, не было детей. Они, конечно, об этом очень скорбели. И однажды, когда пришли они в храм для того, чтобы принести жертву, первосвященник отверг эту жертву, сославшись на то, что эту пару Господь отвергает и не благословляет, не дает им детей. У евреев это считалось особым поношением, да, не иметь детей, потому что все отчаяли и надеялись, что когда-то придет Спаситель мира, избавитель, Мессия, да, и все надеялись, что, может быть, из семьи появится этот благословенный чадо, благословенный ребенок, который принесет избавление всему Израилю. Конечно, очень огорчился и Аким, очень огорчили, то есть Анна, и Аким удалился в пустыню, молился там долго и усердно. Анна также совершала вот эти вот честивые усердные молитвы у себя дома, и, наконец, Бог услышал эти молитвы, явил им Ангела, который сообщил им о том, что у них родится ребенок, и что этот ребенок будет необычным ребенком. И так вот родилась та, которая родила Господа и Спасителя нашего, да, Искупителя и Избавителя не только от того еврейского народа, но и всего духовного Израиля, то есть всего мира, всех людей. Родилась та, рождение которой сняло поношение и Акима, и Анны, да, и родилась та, рожденный, от которой принес спасение, и избавление всем нам, и в том числе Адаму и Еве, да, который говорится в тропаре этого праздника, и всем потомкам Адаму и Еве, то есть всему человечеству. И помня об этом, мы всегда с благодарностью вспоминаем вот это замечательное событие, которое Церковь сегодня воспевает и чествует. Мы вспоминаем Иоакима и Анну, да, вспоминаем каждый день, когда в храме присутствуем на богослужении, и неоднократно, почти после каждого богослужения, есть отпуск, в котором священник призывает молитвы, да, Иоакима и Анны, святых праведных, Бога Отец. И, конечно же, в первую очередь вспоминает отпусти и саму Пресвятую Деву, Пречистую Богородицу, потому что мы верим и надеемся, что и Пресвятая Богородица, и святые Бога Отцы, Иоаким и Анна, помогут нам преодолевать все эти испытания и искушения, которые посылает Господь на нас. Все великое и значимое в этой жизни проходит испытание. Эти испытания прошла и Пречистая Богородица, эти испытания прошли праведные богатцы Иоаким и Анна, эти испытания прошел и Господь, и Спаситель наш. И, как говорится в Священном Писании, тот, кто был испытуем, да, может, испытаемым помощи, да. Мы верим, что Господь видит нас, что Господь слышит нас, что Господь может подать нам помощь, и в самых сложных жизненных обстоятельствах, в тяжелых ситуациях мы всегда знаем, к кому нам обращаться. Конечно, мы в первую очередь всегда обращаемся к Господу и Спасителю нашему, и будем также обращаться непрестанно и неизменно при Святой Владычице нашей Богородице, Пресноделу Марии и Рождество, которое мы сегодня светло празднуем, и к Святым Праведным Богатцам Иоакиму и Анне. Пресвятая Богородица, сохрани, спаси, помилуй и защити всех нас. Аминь. Спасибо, Господи, Вас.